Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный провел рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы формирования окружного бюджета и исполнения расходных обязательств в условиях существенного сокращения объема налоговых поступлений в бюджет региона. В мероприятии, которое прошло в администрации округа, приняли участие заместители главы региона, руководители органов исполнительной власти Ненинского округа, депутаты окружного законодательного собрания. Вы все люди очень грамотные, следите за ценами на нефть и видите, в каком положении, в какой ситуации в целом оказалась мировая экономика, а экономика России – это часть мировой экономики, поэтому и нас тоже это зацепило. То есть на сегодняшний момент у нас цены на нефть марки Юрлс, той марки, которая добывается у нас в регионе, менее 10 долларов. А на прошлой неделе ситуация была еще хуже, нефть вообще ничего не стоила, просто ничего не стоила нефть. Сейчас она чуть меньше 10 долларов, а бюджет у нас рассчитан, параметры бюджета 57 долларов за баррель. Глава региона проинформировал участников совещания о том, что на протяжении всей предыдущей недели он проводил переговоры с руководством нефтяных компаний, которые ведут производственную деятельность на территории региона и являются основными налогоплательщиками в окружной бюджет. В ходе переговоров шла речь о прогнозной оценке ущерба, который нанесет региональной экономике мировой кризис на рынке углеводородов. По словам Юрия Бездудного, существенное снижение цен на нефть в совокупности с падением рыночного спроса на энергоносители окажет негативное влияние на формирование доходной базы бюджета Ненецкого округа. Вы знаете, что Россия присоединилась к соглашению ОПЕК+, и сокращает на 12 миллионов баррелей в сутки добычу нефти. Но, разумеется, те компании, которые у нас добывают, они тоже сокращают. И с 1 мая компании, помимо того, что нефть и так низкая цена на нефть, они сокращают добычу нефти. Юрий Бездудный добавил, что окружной бюджет на текущий год сверстан с дефицитом 3,2 млрд рублей. При этом объем расходных обязательств составляет порядка 20 млрд при доходах, рассчитанных в объеме 17 млрд рублей. Глава региона отметил также, что снижение доходов связано не только с падением цены на нефть и снижением объемов добычи углеводородов. На формирование доходной части окружного бюджета влияют и принимаемые на уровне государства меры по отсрочке налоговых платежей в связи с пандемией коронавируса. Совершенно понятно, что за всеми нами стоят люди, живые люди, жители округа. И мы обязаны платить зарплату, мы обязаны выполнять все социальные обязательства. Но сегодня ситуация такова, что эти обязательства в какой-то момент мы не сможем выполнять. Поэтому, по мнению главы региона, необходимо отказаться от наращивания новых социальных инициатив и расходных обязательств, а также грамотно проанализировать статьи расходных обязательств окружного бюджета по всем направлениям, которые курируют профильные ведомства, с тем, чтобы оптимизировать финансовую составляющую региона в данных условиях. Это не значит, что мы не будем выполнять сегодня обязательства. Безусловно, все национальные проекты, которые мы ведем, мы будем выполнять. Зарплаты людям будем платить, но сократить все расходы максимально. Что касается еще одного вызова, который принял регион, речь идет о пандемии коронавируса. В этом отношении округ рассчитывает выполнить все взятые на себя обязательства. И здесь все, что связано с расходами по лечению людей, по приобретению оборудования. То есть это единственное исключение, когда мы будем по-прежнему тратить, покупать медикаменты, закупать оборудование. Только то, что связано с эпидемией коронавируса. Уже в ближайшее время органы власти разработают оптимальный сценарий дальнейших действий с учетом интересов жителей округа. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Телеканал Север.